Мы приступаем к третьему уроку курса «Язык музыки». На предыдущем уроке мы обратили внимание на то, что Бог очень заинтересован в нашей музыке потому, что Он музыкален. Именно поэтому Бог заложил в музыку определенные принципы, которые отражают Его сущность, и благодаря этим принципам мы можем изучать природу нашего Бога. Например, некоторые из них мы можем увидеть на примере абертонного ряда. Так как мы увидели, что Бог заинтересован в нашей музыке, то это значит, что у Него есть свои стандарты для музыки. Другими словами, то, как должна исполняться музыка, которая угодна Ему. Тема сегодняшнего урока – послание музыки. Хочу обратить ваше внимание на слова Вилса Накии, человека, который посвятил очень много сил и времени исследованию вопроса послания в музыке. Он даже написал книги, которые называются «Подсознательное соблазнение» и «Использование сексуальной темы современными СМИ». Благодаря своим исследованиям и книгам он вызвал очень много споров и дискуссий. Но в его трудах есть и заслуживающие внимания мысли и утверждения. Во время этого урока мы будем обращаться к его трудам. Вот его первое утверждение – «Когда вы понимаете что-то, то это теряет над вами контроль». Замечательное утверждение, не правда ли? Например, когда вы наблюдаете за фокусником, как он проделывает свои фокусы. Сначала он вызывает у вас восторг, это захватывает вас. Но стоит вам только понять, как он делает этот трюк, то ваш интерес сразу же пропадает, не так ли? Подобным образом также и музыка может захватывать человека, если он не знает и не понимает ее. Поэтому если мы научимся понимать музыку, ее влияние, ее функционирование, то это поможет нам сознательно контролировать музыку в нашей жизни и допускать только ту, которая угодна Богу. Итак, тема урока – «Послание музыки». Еще раз хочу напомнить вам девиз всего нашего курса, в основу которого вошли слова «Послание к Ефесинам», 5 глава, 10 стих. «Испытывайте, что благоугодно Богу». Все наши исследования и размышления во время этого курса будут базироваться именно на этом принципе. То есть мы будем испытывать и проверять все, что связано с музыкой, основываясь не на то, что нравится или не нравится мне, или кому-то еще, но основываясь только на Библии. Во время всего данного курса основной моей задачей является то, чтобы показать вам библейские принципы, которые Бог заложил в музыку. Поэтому еще раз зададимся вопросом – действительно ли Бог заинтересован в музыке? Конечно, да. Но если он заинтересован в музыке, тогда какую музыку Бог хочет, чтобы мы имели? И какие библейские принципы заложены в эту музыку? Итак, основываясь и руководствуясь Ефесиным, 5 главой, 10 стихом, будем исследовать эти вопросы в свете Библии. Первое. Какую музыку Бог хочет, чтобы мы имели? Прежде всего, чтобы полноценно ответить на этот вопрос, необходимо понять, что музыка – это средство коммуникации. Если вы пропустите этот важный момент, то вы можете полностью пропустить то, что происходит в области музыки. Конечно, я прекрасно знаю, что есть люди, которые утверждают, что музыка не несет в себе никакой морали, то есть она нейтральна. Мне приходилось даже общаться со многими подобными людьми и дискутировать на эту тему, поэтому мне хорошо известны их размышления. Некоторые из них утверждают, например, что музыка подобна телевизору. И, как известно, телевизор сам по себе не имеет никакой морали. Он не живет и поэтому нейтрален. Все зависит от того, какую программу вы будете смотреть по нему. Но я лично абсолютно не согласен с этой аналогией, потому что музыка не является неживым предметом, подобно телевизору. Музыка – это как раз то, что проходит через телевизор или то, что вы можете увидеть и услышать по телевизору. Еще раз, музыка – это не что-то неживое, а то, что вы можете услышать с помощью различных технологий, включая телевидение, радио и различные плееры. Музыка – это средство коммуникации, поэтому ей должна быть присуща мораль. Несколько лет назад мне представилась возможность принять участие в прямом эфире. Во время прямого эфира к нам дозвонился один из продюсеров рок-музыки из Нью-Йорка. У нас с ним был короткий диалог. И он сказал следующее. «Рок-музыка полна мусора. Она наполнена всякой грязью». Обратите внимание, что это были слова продюсера рок-музыки. Мне также вспоминается еще один телефонный звонок во время этого прямого эфира. Слушатель затронул вопрос присутствия морали в музыке и сказал мне. «Вы считаете, что в музыке есть мораль? Тогда скажите мне, какая нота или клавиша на пианино плохая, и я исключу ее?» У меня была замечательная возможность пояснить ему, что клавиши или ноты сами по себе не несут в себе ничего плохого. Все зависит от того, в какой последовательности мы их используем в музыке. Точно так же, пожалуй, как буквы в нашей речи. Ведь в нашей речи мы используем алфавит. И каждая буква алфавита не несет в себе ничего плохого. Но значит ли это, что наша речь не может содержать в себе различные нецензурные выражения? Конечно нет. И мы это прекрасно знаем. Поэтому, как только мы начнем составлять слова из этих нейтральных букв, слова начинают приобретать значение и мораль. Поэтому мы можем разговаривать как с помощью хороших, так и с помощью плохих слов. Далее в нашем телефонном разговоре я привел этому слушателю еще один пример из области изобразительного искусства. Изобразительное искусство – это еще один пример средства коммуникации. Известно, что в основу изобразительного искусства положены линии и круги. Кстати, я уточнял это недавно у одного художника, чтобы быть полностью уверенным в своих утверждениях. И он подтвердил мне правдивость этого утверждения. Линии и круги заложены в основу изобразительного искусства. Конечно, он добавил, что есть много других деталей, но линии и круги являются основой. Тогда я спросил этого слушателя, есть ли что-то плохое в линии или круге. Он ответил, конечно, нет. Но значит ли это, что художник не может с помощью этих линий и кругов нарисовать порнографический рисунок? Конечно, может, ответил мой собеседник. Почему? Да потому, что даже если линии и круги сами по себе нейтральны, то когда художник начинает соединять и комбинировать их, у него может получиться хорошее или плохое по содержанию рисунок. Все зависит от того, как он комбинирует линии и круги. Так как этот принцип очевиден в изобразительном искусстве и нашей речи, то это тоже относится и к музыке. Ведь музыка – это тоже средство коммуникации. Сами по себе индивидуальные ноты нейтральны. Но когда музыкант начинает комбинировать их, начинает придавать им ритм, начинает что-то выражать с их помощью, то у него получается либо хорошее по содержанию музыка, либо плохое. Еще раз, все зависит от того, как он будет комбинировать ноты и как он будет их исполнять. Итак, на этих наглядных примерах, надеюсь, что вы еще раз убедились, что музыка – это средство коммуникации, и поэтому ей должна быть присуща мораль. Хочу привести вам слова Вейна Барлоу. Он был одним из моих профессоров, когда я учился в консерватории. Кстати, многие мои преподаватели были уважаемыми специалистами в области музыки и прекрасными музыкантами. Так вот, профессор Барлоу в своей книге написал «Значение музыки заложено в самой музыке, а не в словах». Еще раз хочу отметить «Значение музыки не в словах, оно заложено в самой музыке». Далее он продолжал в своем утверждении «Это значение музыки, понятно, даже больше, чем значение слов». Если задуматься над этим, то, пожалуй, это так и есть, ведь значение слов может быть многозначным. И очень часто нам необходим контекст для того, чтобы понять значение того или иного слова. Далее профессор Барлоу сделал еще одно утверждение. Послушайте, намного легче понять язык музыки, чем понять язык речи. Хочу отметить, что этот факт признается также и другими специалистами в области музыки. Мне вспоминается еще одна книга, к сожалению, я не помню ее название. Ее не так уж легко читать, но ее автор проделал интересную исследовательскую работу. Он проанализировал и показал, как музыка связана с основными доктринами Библии. Таким образом, музыка в наших церквях связана с нашими вероубеждениями. Вот слова автора. Слова сами по себе неадекватны. Музыка помогает нам понять правдивость событий. Она проникает до сути, которую даже невозможно увидеть с помощью подлинных фактов. В наше время, когда телевидение повсюду, мы должны понимать этот принцип как никогда лучше. Спросите, почему? Вы когда-нибудь пробовали убавить полностью звук на вашем телевизоре во время просмотра передачи? Насколько вы сможете понять смысл всего, что там происходит без звука? Совсем немного, не так ли? Потому что звук на заднем плане, обычно это музыка, определяет то, что происходит в данный момент в передаче. Например, представьте себе такой сюжет. Женщина подходит к двери, достает ключи и вставляет ключ в замочную скважину. И тут начинает играть жутковатая музыка. Она открывает дверь и заходит внутрь. Она делает это каждый день, но в данный момент музыка сообщает нам, что что-то или кто-то ожидает ее внутри. Вы видите, музыка определяет смысл происходящего. Она сообщает нам больше, чем сами факты. Это в большей степени потому, что музыка – это язык эмоций. Хочу сразу сказать, что нам не нужно бояться собственных эмоций. Нам только нужно их правильно использовать. Некоторые люди занимают крайние позиции, говоря, что все эмоциональное неверно. То есть просто-напросто заявляя, что эмоции не должны проявляться вообще. Но это не так. Надеюсь, что вы помните события, в которые вы были вовлечены эмоционально. Я, например, помню, как выходила замуж наша младшая дочь. Для нас это был очень эмоциональный момент. Вы спросите, почему? Потому что мы выдавали замуж нашу последнюю дочь. Я также помню задолго до ее свадьбы, как она родилась. Я был рядом с женой в тот момент, когда она появилась на свет. После родов я позвонил своей сестре, она жила в другом штате, и поделился тем, что у нас родилась девочка. Я говорил с ней около 20 минут, и все это время плакал. Вы спросите, почему? Да потому что я был эмоционально вовлечен в эту ситуацию. Я прекрасно помню, как и когда я женился на своей жене. Почему? Да потому что я был эмоционально вовлечен в наши отношения. Уверен, что и вы прекрасно помните те события, в которые были вовлечены эмоционально. Господь этому свидетель. Итак, одна из причин, почему Бог явил музыку для человека, потому что Он сотворил человека с эмоциями, а музыка – это язык эмоций. Хочу привести вам еще несколько примеров того, как эмоции способствуют запоминанию событий, даже просто исторических. Например, в 1963 году был убит президент США Кеннеди. Для тех, кто жил в этой стране в то время, этот момент, пожалуй, запомнился навсегда. Вы спросите, почему? Да потому что для страны это был очень эмоциональный момент. Люди, которые слышали эту новость спустя многие годы, могут до малейших деталей вспомнить, где и при каких обстоятельствах они узнали об этом. Или, например, когда в США в 1986 году при запуске космического корабля произошел взрыв и погибли семь космонавтов, это также был очень эмоциональный момент для страны. И все, кто жил там в то время, помнят об этом моменте очень хорошо, даже спустя многие годы. Следующий пример. Я очень хорошо помню телевизионную рекламу, которая транслировалась много лет назад. Я помню ее не потому, что мне запомнился продукт рекламы, а из-за музыки на заднем плане. Те, кто профессионально занимается изготовлением рекламы на радио и телевидении, очень хорошо знают этот принцип и всячески используют его. Почему вы думаете, что музыка звучит на заднем плане? Просто так? Конечно, нет. Благодаря музыке люди, которые готовят этот материал, способны повлиять на ваши эмоции. Таким образом, они хотят, чтобы вы запомнили эту рекламу с помощью музыки надолго. С другой стороны, интересно, что некоторые проповедники считают, что не имеет никакого значения, какую музыку используют во время служения в церкви. На самом деле, это не так. Они упускают самое главное, потому что люди намного дольше будут помнить пение и музыку во время данного богослужения, чем саму проповедь. Хочу отметить, что я ни в коей мере не умоляю Слово Божие, но просто еще раз хочу подчеркнуть, насколько большое влияние музыка оказывает на человека, в том числе и во время богослужения. Бог сотворил музыку подобным образом, и это факт, который признается даже неверующими специалистами в области музыки. Еще раз хочу напомнить вам слова одного автора. Музыка проникает намного глубже, чем нам свидетельствует о событии сами факты. Она указывает на суть происходящего. Она говорит на другом уровне. Также еще раз хочу обратить внимание на то, что нет ничего плохого в наших эмоциях, но есть некоторые эмоции, которые не свойственны и не нужны нам, христианам. Не так ли? Таким образом, если есть эмоции, которые не должны быть свойственны нам, христианам, то есть и музыка, которая также не должна быть свойственна для нас, потому что музыка – это язык эмоций. Надеюсь, что вы видите последовательность в этом утверждении, которое имеет смысл. Итак, есть музыка, которая не свойственна и не нужна для нас, христиан. Послушайте, что сказал Леонард Бернстайн. Музыке не нужно проникать в сердце человека через его разум. Она проникает в его сердце напрямую. Именно в этом ее сила. Все, что он говорит, это то, что музыка может миновать наш разум и напрямую проникать к вашим эмоциям на таком уровне, как ничто другое. Да, музыка обладает подобной силой, и мы должны знать это и учитывать в своей жизни. Хочу обратить ваше внимание на очень интересную книгу, которая называется «Различные истории век средств массовой информации», написанную Гарри Гампертом. Так вот, в этой книге есть следующее утверждение. Некоторые профессионалы в области телевидения задаются вопросом, каким образом аморальные сцены на телевидении могут способствовать аморальному стилю жизни. Они утверждают, что этого не может быть. Все, что мы делаем, это транслируем по телевидению то, что реально происходит в жизни. Конечно же, их понимание, что такое реальность, отличается от библейского определения реальности. Хочу напомнить, что реальность – это то, что максимально соответствует истине, и истина – это то, что Бог говорит является истинным. Таким образом, профессионалы в области телевидения, о которых мы говорили только что, стараются показать нам всего лишь грязную сторону жизни и называют ее реальностью. Они также заявляют, что мы можем показать всю аморальность, которая происходит сейчас, включая употребление наркотиков, и это не окажет никакого влияния. Надеюсь, что вы видите, насколько их понимание реальности искажено и как это влияет на их дальнейшие действия. Мне нравятся слова Вилсона Кия, который написал книгу «Подсознательное влияние». Вот его слова. «Если вы не верите, что это влияет на людей, то всего лишь выгляните в окно на улицу». Хорошо сказано, не правда ли? Что случилось в нашей стране в 60-е годы, когда в песнях начали петь о наркотиках? Произошло то, что молодое поколение стало повально увлекаться наркотиками. Когда в песнях начали воспевать свободную любовь и секс, началась повальная аморальность по всей стране среди молодых людей. Если вы не верите, что это влияет на людей, то всего лишь выгляните в окно на улицу. И дальше автор этих слов продолжает. То, о чем поется в песне, люди будут притворять это в своей жизни. Давайте обратимся к статистике. Так вот, по статистике, среди подростков самоубийство занимает второе место после автомобильных аварий со смертельным исходом. Как вы думаете, почему? Да потому что сейчас очень много песен, где поется о самоубийстве и поощряется это. Еще раз хочу обратить внимание к словам Вилсона Кия. Если вы не верите, что это влияет на людей, то всего лишь выгляните в окно на улицу. И когда вы видите и слышите, что это воспевается в песне, то будьте уверены, что это будет происходить на улице. Если вы внимательно прослушали ссылки и утверждения медиа работников, то вы, наверное, обратили внимание, что их высказывания противоречат друг другу. С одной стороны, они говорят, что то, что они показывают по телевидению, не оказывает никакого эффекта. С другой стороны, они предлагают услуги рекламы и строят ее таким образом с помощью музыки, чтобы люди лучше запомнили ее и чтобы, соответственно, больше покупали разрекламированные товары или услуги. Не лицемерство ли это? Вот еще одна довольно-таки свежая книга, которая называется «Контроль разума по субботам». Автор Филипп Филиппс. Очень рекомендую эту книгу родителям, тем более, что написал ее христианский автор. Он очень хорошо раскрывает философию, которая преподносится детям по субботам во время детских встреч в нашей стране. Многие родители думают, что утро в субботу – это хорошее время для того, чтобы дать возможность ребенку посмотреть телевизор, тем более, что может быть более безобидным, чем мультфильмы. Так вот, если вы родитель и вы еще не смотрели эти мультфильмы, то обязательно посмотрите их вместе с вашим ребенком. Этот христианский автор хорошо показывает, что во время этих мультфильмов нашим детям преподается совершенно неверная философия жизни. Поэтому в этот момент телевизор для них не просто какая-то няня, это учитель, который обучает их определенной философии и стилю жизни. Он настраивает их разум, и этот настрой сохранится у них надолго, возможно, на всю жизнь. И подобная философия и стиль жизни не являются христианскими. Задумайтесь, когда в последний раз вы видели по телевидению программу, которая бы пропагандировала христианскую семью? Как они проводят вместе время, размышляя над Библией? Сегодня подобную передачу невозможно увидеть. Но зато по телевидению всячески стараются высмеять христиан и проповедников, которые очень часто представляются такими глуповатыми людьми. И если вы внимательно посмотрите некоторые мультфильмы, то вы обнаружите, что образ отца в них также выглядит глуповатым. Даже можно сказать идиотичным. Теперь вы увидите, какую философию жизни принимают наши дети через подобные мультфильмы. Пожалуйста, поймите для себя, что это обязательно отразится на осознании ребенка. Так же, как и музыка, которая оказывает свое влияние. Хочу обратить ваше внимание еще к одной книге, которая называется «Генеративная теория тональной музыки». Эту книгу не очень-то легко читать. Если бы она не нужна была для чтения по моему предмету, я бы ее тоже не стал читать. Так вот, она была написана двумя авторами – профессорами в Колумбийском и Брандейс университетах. Один из них был музыковед, другой – языковед, то есть лингвист. Причина, по которой они решили написать эту книгу, следующая. Они хотели изучить правила музыки, которые являются универсальными для любой культуры. То есть, они начали исследовать то, о чем мы говорим с вами на этих уроках. О моногенности музыки. Или другими словами, что у любой музыки есть один и тот же источник. Так вот, эти авторы пришли к следующему заключению. Есть правила в музыке, которые простираются вне зависимости культурных границ и различий, для которых не существует этнологических барьеров. И эти правила относятся к любой музыке. Когда эти авторы занялись исследованием вопроса моногенности в лингвистике, вы знаете, к чему они пришли? Они пришли к заключению, что 85% языка уже заложено в нас с рождения. И нам нужно только изучить оставшиеся 15. Не удивительно ли это? Возможно, кто-то усомнится и скажет, почему вы считаете, что это правда? Хочу обратить ваше внимание к книге Бытие. В первой же главе мы читаем, что наш Бог – коммуникатор. Этого невозможно пропустить, читая первую главу. Например, третий стих. «И сказал Бог». Далее пятый стих. «И назвал Бог». Далее шестой. «И сказал Бог». Далее восьмой. «И назвал Бог». Вы сможете это увидеть снова и снова, начиная с первых стихов Библии. «Бог сказал, и мир появился». И придет время, как написано об этом в Евреям 12 главе, «Он скажет, и мир прекратит свое существование». Так же, как Он силою Своего Слова создал этот мир, так же и силою Своего Слова Он прекратит существование этого мира. Итак, с первых стихов Библии мы ясно видим, что наш Бог – коммуникатор. И когда Он сотворил нас, то Он заложил в нас это качество для того, чтобы мы могли общаться. Например, животные не могут общаться так, как общаются люди. Конечно же, в них тоже заложены Богом определенные качества для общения друг с другом. Но они не могут общаться так, как общаются люди. Почему? Потому что человек сотворен по образу Божьему. Возвращаясь обратно к авторам книги «Генеративная теория тональной музыки», хочу отметить, что когда они попытались исследовать в музыке то, что они изучили в области языковедения, то они также пришли к заключению, что в человека уже заложено с рождения 95% принципов музыки. И нам необходимо изучить только оставшиеся 5%. Хочу еще раз обратить ваше внимание к утверждению этих авторов. Так вот, когда они изучали универсальные правила языка, то они сделали следующее утверждение. Если дети будут развиваться сами по себе, то они приведут в порядок наш язык, то есть нашу речь. Вы спросите, как такое может быть? Хочу привести пример для вас, основываясь на английский язык. Так вот, когда родители говорят ребенку «пожалуйста, принеси ту или иную вещь», то ребенок отвечает «хорошо, я принесу». Когда же он уже принес эту вещь, то он отвечает «я уже принес». Так вот, в английском языке, если вы хотите употребить глагол в прошедшем времени, то вы просто добавляете к глаголу в настоящем времени окончание «эд». Вот, например, «I paint», «I painted». Очень просто, не так ли? Так вот, ребенок следует этому правилу постоянно, но в английском языке есть очень много слов-исключений, которые не подчиняются этому правилу. Их нужно просто заучивать. И родители таким образом очень часто поправляют своих детей. Это и есть те самые 15% принципов языка, которые человеку необходимо выучить. Но если вы помните, согласно исследованиям авторов книги «Генеративная теория тональной музыки», то в области музыки в человека заложено с рождения еще больше, то есть 95% принципов музыки, и ему необходимо изучить только оставшиеся 5%. Уверен, что для того, чтобы полюбить рок-музыку, нужно нарушить или пренебречь всеми принципами хорошей музыки. Не говоря уже о принципах музыки, хотя бы обратите внимание на уровень громкости в рок-музыке. Человеку, пожалуй, нужно быть садомазохистом для того, чтобы хотеть слушать музыку в таком уровне громкости. Почему? Потому что Бог сотворил нас таким образом, что наши уши могут воспринимать только определенный уровень громкости звука. Специалисты утверждают, что если уровень громкости составляет 115 дБ, то человеку нужно слушать подобную музыку всего лишь 15 минут. Если же уровень громкости увеличить на 5 дБ, то время прослушивания нужно сократить в 2 раза. То есть при уровне громкости в 120 дБ, человеку нужно слушать музыку около 7,5 минут. Если же уровень громкости будет 125 дБ, то время прослушивания должно уменьшиться до 3,75 минуты. Сейчас вы видите, насколько уровень громкости важен для человека, когда он слушает музыку. Вы спросите, кто это установил? Конечно, Бог. Бог сотворил нас удивительным образом и вложил в нас определенные принципы. Интересно, что те двое авторов книги генеративной теории тональной музыки не были верующими и не пытались поделиться с нами христианскими принципами. Но они пришли к заключению, что 95% принципов музыки Бог уже заложил с рождения в человеке. И только 5% нам необходимо изучить. Хочу обратить ваше внимание к книге Наила Пацмана, которая называется «Забавляя самих себя до смерти». Вот его утверждение. Форма выражения идей оказывает влияние на их содержание. Например, представьте, что вы преподнесли мне подарок сегодня. И когда вы это сделали, я сказал вам искренне «Большое спасибо». Конечно же, видя мою искренность, вы подумаете, что я очень признателен вам за этот подарок. Но давайте представим другую ситуацию. Вы также подарили мне подарок, но я сказал вам «Большое спасибо» с сарказмом. Те же самые слова, но я вложил в них другой смысл. Не так ли? Поэтому вы сразу же подумаете, что со мной что-то не так. Потому что то, как я сказал вам эти слова, определяют суть сказанного мною. Видя эти принципы, не кажется ли вам странным, когда на рок-музыку накладываются библейские слова и думают, что значение этих слов остается неизменным? Это невозможно. Некоторые люди используют слова «Бог» или «Иисус Христос» в своих ругательствах, вкладывая в них совсем другие значения. Истинное значение слов, точнее то, что автор хочет выразить с помощью этих слов, можно увидеть через то, как он это говорит. Хочу привести вам еще один наглядный пример. Я прослушал одну так называемую христианскую рок-песню. Она начинается со слов «Мессия, Мессия, 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 Мессия». Еще раз, это так называемая христианская рок-песня. Здесь звучит слово «Мессия», но то, как оно произносится, похоже больше на богохульство. Когда рок-музыка соединяется с библейскими словами, то музыканты и исполнители предоставляют уже другое Евангелие, другого Иисуса. Следующая книга, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, эта книга называется «Дети Божьи и голубые замшевые тапочки». Эта книга написана христианским автором Кеннетом Майерсом. В своей книге он размышляет над тем, что популярно в современной культуре и какое отношение это имеет к христианству. Так вот, он сделал интересное утверждение. Вот его слова. «Культурные формы могут прекратить коммуникацию». Вы видите, все зависит от формы, которая избрана как средство для коммуникации. Таким образом, если форма неверная, то она не передаст истинный смысл информации, а наоборот, заблокирует его. Специалисты в этой области прекрасно понимают и знают эти принципы, которые сами по себе не что-то новое. Все эти принципы преподаются в учебных заведениях, где серьезно изучают влияние музыки, социологию и психологию музыки. Далее еще раз хочу обратить ваше внимание к книге «Различные истории век средств массовой информации», написанную Гарри Гампертом. Так вот, он сказал, «Поклонники современной христианской музыки считают, что оценка качества музыки носит чисто субъективный характер». Обратите внимание, что их называют поклонники, что уже не свойственно для христианской терминологии. Так вот, другими словами, они заявляют, что если мне лично не понравилась эта музыка, то она плохая, но если она мне понравилась, то я получил так называемое благословение от прослушивания подобной музыки. Так как вы можете говорить, что это нехорошая музыка? Таким образом, человек сам может провозгласить ту или иную музыку, хорошей или плохой. Гарри Гамперт продолжает, что они не просто говорят, а настаивают на подобной позиции. Но далее он делает свое заключение, говоря, «Но это подобно пьяному человеку, который думает и громко заявляет, что он трезв, но спустя несколько минут падает без чувств под воздействием алкоголя». Интересное заключение, не правда ли? Далее он пишет, «Оценка ситуации может носить субъективный характер, но сама ситуации нет». Таким образом, возвращаясь обратно к музыке, человек, конечно же, может заявить, «Эта музыка совершенно не нравится мне, она не касается меня, но это совершенно не значит, что музыка сама по себе имеет плохое качество». Важно понимать, что личная оценка музыки может быть субъективной, но качество музыки не подлежит субъективной оценке. Оно носит в себе объективный характер. Об этом говорится в Слове Божьем, и немного позже мы обратимся с вами к некоторым библейским стихам, которые свидетельствуют нам об этом. А сейчас хочу поделиться с вами одним случаем в моей жизни. Несколько лет назад меня пригласили для интервью во время прямого эфира на одной христианской радиостанции. Как мне впоследствии стало известно, за ночь до этого интервью менеджер этой радиостанции прочитал одну из моих книг, которая называется «Большое биение. Рок-взрыв». По всей видимости, кто-то предоставил ему эту книгу, и он посчитал нужным ее прочитать. Прочитав ее, он решил, что не будет брать у меня интервью, а решил провести со мной дискуссию. Те, кто организовал этот прямой эфир, мне, конечно же, ничего не сказали заранее. Объявили мне об этом только тогда, когда я пришел к ним в студию. У меня не оставалось выбора, как только согласиться на их предложение. Это было довольно интересное начало. Далее они начали нашу дискуссию с того, что включили в эфире рок-музыку. Без всякого сомнения, это была настоящая рок-музыка. Затем они попросили прокомментировать меня эту рок-музыку. Я объяснил им, в чем заключается проблема этой рок-музыки. Затем они объявили мне, что сейчас нас слушает композитор этой рок-музыки. И он на связи с нами. Далее ведущие попросили меня дискутировать с ним. Я объяснил то же самое этому композитору, который, как казалось, считал себя христианским композитором. Я указал ему на проблемы в этой музыке и пояснил ему, почему эта музыка не может быть христианской. В то же самое время Господь начал побуждать меня поделиться с ним благой вестью. Итак, мы в прямом эфире, и я просто спрашиваю, Рик, расскажите мне, как и когда вы уверовали во спасение? Он задумался и спросил, а что вы имеете в виду? Тогда я напомнил ему несколько стихов из Библии, где говорится о спасении. Ах, сказал он, это было во время рок-фестиваля несколько лет назад. Там звучала христианская песня, и я так растрогался, что посчитал нужным принять это решение для себя. Тогда я спросил его, какие стихи из Библии привели вас ко Христу, как к Спасителю? Потому что я прекрасно знал, что написано в Кремльном, 10 глава, 17 стих, вера от слышания, а слышание от Слову Божьего. Далее я сказал ему, что только Слово Божье может привести человека к Иисусу Христу. Какое Слово привело вас ко Христу? Спросил я его далее. У него просто не было никакого ответа. Наконец, я повернулся к ведущим и сказал, послушайте, совершенно очевидно, что он не спасенный человек. Они тоже промолчали в ответ, но спустя мгновение спросили меня, где говорится в Библии, что нельзя использовать рок-музыку? Конечно, прямого буквального запрета нет, но я попросил их быть рассудительными и напомнил, что в Библии есть очень много принципов, которые мы можем применить к нашей ситуации. Далее я привел им аналогию с курением. В Библии также нигде не сказано, что нельзя курить, но мы, христиане, руководствуемся принципом, заложенным в Римлянам, 12 главе 1 стихом, где сказано «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Мы, христиане, берем этот принцип и накладываем его на всю жизнь в целом и в отношении курения в частности. Кстати, один из ведущих в студии имел при себе пачку сигарет и, по всей видимости, он совсем не понимал, что такое библейские принципы и как их применять в своей жизни. Следующее, что я хочу сделать для вас, это взять несколько библейских принципов, в которых прямо не говорится о музыке и, соответственно, они не имеют прямого отношения к ней, но, тем не менее, показать вам, что они имеют коственное отношение к музыке, поэтому мы также можем применять принципы относительно музыки. Откройте Евреям 5 главу 14 стих, где сказано «Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства навыкам, привученные к развлечению добра и зла». В этом стихе заложен очень интересный принцип. Так вот, слово «навык» говорит об опыте, и в данном случае не просто жизненном опыте, а об опыте в изучении Библии. Другими словами, этот опыт уже превращается в обыденную повседневную привычку. Далее, слово «приученные» переведено как «гимназо». От этого слова в русском языке произошло слово «гимназия». То есть, это место для изучения, место, где прикладывается максимум сил и дисциплины для того, чтобы учиться. Таким образом, принцип, который мы можем взять для себя из этого стиха, следующий. Нам нужно постоянно изучать и применять Библию, прикладывая максимум усилий и самодисциплины, чтобы мы могли различить, что есть добро и что есть зло. Конечно, бывают другие ситуации, когда Бог дисциплинирует нас через различные наказания, как об этом говорится в послании к Евреям в 12 главе, но это уже совсем другая тема. Конечно, сам факт самодисциплины не гарантирует, что человек находится на правильном пути. Писание показывает нам, что человек может быть дисциплинированным в своей жизни, но в то же самое время двигаться по ложному пути. Например, 2 Петра 2 глава 14 говорится о том, что навык может быть плохой как по содержанию, так и по сути, если он был выработан благодаря многократному повторению плохих поступков или же если мотивация в поступках не соответствовала воле Божией. Поэтому еще раз хочу обратить внимание, что Бог хочет, чтобы мы использовали усилия и дисциплину для того, чтобы выбрать хорошие навыки. и чтобы наши чувства были настроены в соответствии с волей Божьей. Тогда мы сможем различать, где добро и где зло. Конечно же, уверен, что вы знаете все пять чувств. Это зрение, обоняние, осязание, слух и вкус. Безусловно, Бог хочет, чтобы мы дисциплинировали каждое из этих пяти чувств. Например, возьмем зрение. В наш медийный век, пожалуй, каждому человеку и мужчине особенно нужно научиться, как дисциплинировать свое зрение, то есть то, на что мы смотрим. Мне вспоминаются слова одного известного телевангелиста, который, к сожалению, очень печально закончил свое служение. Так вот, он сказал, что у меня было пристрастие к порнографии в течение всей жизни. Конечно же, это не прошло бесследно. Как я уже сказал, он потерял свое служение. Он должен был понимать, что если он не дисциплинировал свое зрение, то это когда-нибудь приведет его к пагубным последствиям, что, в принципе, и случилось с ним позже. Еще раз, мы будем помнить, что Бог хочет, чтобы мы дисциплинировали все пять своих чувств. Это зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Далее хочу обратить особое внимание на слух. Это одно из наших чувств, и мы, как дети Божьи, также должны дисциплинировать это чувство, чтобы мы могли различать, что есть зло и что есть добро для нашего слуха. Принцип, который мы почерпнули из послания евреям 5 главы 14 стихом о получении навыков в Слове Божьем для различения добра и зла также применим и в отношении получения навыка в слухе. Поэтому мы должны вырабатывать его через систематическое обучение и самодисциплину. Такова воля Божья. Вы когда-нибудь отмечали для себя, как часто говорит Писание о слухе, то есть о возможности слушать? Так вот, это слово в той или иной форме встречается в Библии более полутора тысяч раз. Для убедительности возьмите, например, симфонию Стронга и проверьте сами. Если об этом говорится в Писании более полутора тысяч раз, то, по всей видимости, это очень важно, не так ли? Если это важно для Бога, то это должно быть важным и для нас. Возьмем, например, Римлянам 10 глава 17 стих, где сказано «вера отслышания». Обратите внимание, не от зрения, не от других чувств или личного переживания, а именно от слышания. Вам, наверное, приходилось слушать, как некоторые люди говорят «я пережил такое-то событие в своей жизни, и это действительно укрепило мою жизнь». Будем помнить, что личный опыт и личные переживания не укрепляют нашу веру. Единственное, что укрепляет нашу веру, это Слово Божие. Конечно же, личный опыт может способствовать этому, но еще раз, только Слово Божие способно укрепить нашу веру. Другие люди, возможно, говорят, что им лично пришлось пережить те или иные события, и это уничтожило их веру. Это совершенно неверно. Только отсутствие Слова Божьей в жизни человека может уничтожить веру. Возьмем, например, гонимых верующих во времена Советского Союза. Казалось бы, то, что они переживали в те времена, должно было полностью уничтожить их веру. Но на самом деле их вера была крепкой благодаря Слову Божьему. Теперь вы понимаете, что не личный опыт и не личные переживания укрепляют нашу веру, а Слово Божие. Все остальное только может способствовать этому. Вера отслышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10,17. Вот еще несколько примеров. Наш Господь Иисус Христос назван Словом в Евангелии от Иоанна, 1 главе, 1 стихом. Далее, в 1 Иоанна, 1 главе, 1 стих написано о том, что было от начала, что мы слышали. Еще один Иоанн Креститель. Он был назван голосом или глазом, вопиющего в пустыне. Это Иоанна, 1 глава, 23 стих. Подобных примеров в Библии можно найти очень много. Хочу особо отметить силу воздействия на человека информации совместно через аудио и видео, то есть через зрение и слух одновременно. Кстати, апостол Иоанн говорит об этом в 1 послании 1 главе, 1 стихом, намного раньше, когда появилось телевидение. Так вот, если взять эти два качества вместе, то получится огромная сила, с которой можно воздействовать на человека. Если вы осознаете это, то вы просто отбежите в сторону от того, что показывает по телевидению сегодня. Потому что звук в сочетании со зрением это огромная сила, и если эта сила будет нести в себе плохую по содержанию информацию, то она может разрушить мораль нашего общества. Если вы обратите внимание на современное телевидение, то это как раз и происходит сегодня. Говоря отдельно о звуке, еще раз хочу подчеркнуть, что звук оказывает влияние на все человеческое тело. Он проникает, пожалуй, к каждому нервному окончанию человека. Если взять, например, все нервные окончания человека, то большая часть из них восприимчива именно к звуку, а не к другим человеческим чувствам. Почему? Потому что Бог сотворил нас таким образом. Он сделал так, что звук очень важен для нас, и нам необходимо это понять. Хотел бы обратить ваше внимание к книге «Исход», главы 24, 31 и 32. Возможно, вам хорошо известна история о Моисее и Иисусе Навине. Моисей уже был в преклонном возрасте, а Иисус Навин был еще молод. Они пошли на гору Синай для того, чтобы получить Божьи заповеди. Моисей взошел на гору, а Иисус Навин оставался у подножия горы. Во время нахождения Моисея на горе Бог предупреждает его, что внизу в стане израильском возникли какие-то проблемы. Итак, прежде чем спуститься с горы, Моисей уже знал, что там что-то происходит. Оба, Моисей и Иисус Навин, подходя к стану, услышали шум. В Исход 32 главе 17 стихом сказано «И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею «Военный крик в стане». Более точный перевод слова «военный» это беспорядочные и хаотичные звуки. Далее Моисей говорит в 18 стихе «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Слово «голос», которое употребляется в русской Библии в данном стихе, может быть переведено с оригинала как слово «шум». То есть Моисей услышал не шум военного сражения в стане, а шум поющих. То есть пение было похоже на беспорядочный шум, и этот шум дал ему понять, что в стане происходит что-то греховное. Далее, как мы уже знаем, Моисей приблизился к стану и разбил скрижали. Говоря об этом, я сталкивался с некоторыми возражениями. Мне указывали на Псалмы 65-й 1-й стих и 99-й 1-й стих, где говорится о том, чтобы мы пели славу его имени и служили ему с весельем и восклицали пред его лицом. Если посмотреть на эти стихи в оригинальном тексте, то мы поймем, что здесь речь идет о красивом, организованном и гармоничном пении, а не о беспорядочных и хаотичных звуках, как об этом было написано в исход 32-я глава его Господу и принесла его в храм Господень. И остался Самуил служить там Господу при священнике или его негодных сыновьях. Если бы это касалось лично моего сына, то я, наверное, бы возопил Господу со словами «Господи, не допусти, чтобы мне пришлось оставить сына в подобной ситуации». Но Анна дала обещание Господу и сам Господь уже взял заботу о Самуиле в свои руки. Я верю, что часть обязанности Самуила заключалась в том, чтобы он присматривал за пожилым священником Илией. Хочу сказать вам, что я знаю, что такое ухаживать за пожилыми людьми на личном примере. Это очень нелегко. Мои пожилые родители жили с нами пять лет. Мой отец умер в возрасте 89 лет, но впервые он испытал сердечный приступ в возрасте 63 лет и последующие 26 лет он нуждался в особом уходе. Поэтому еще раз я хорошо знаю, что такое ухаживать за пожилым человеком. Таким образом, я могу представить Самуила, когда он присматривал за Илией. Возможно, часть его обязанностей заключалась в том, чтобы быть с Илией ночью в одной комнате или, если Илий нуждался в нем, чтобы он был тут же рядом с ним. Как вы, наверное, помните, в одну ночь Господь обратился к Самуилу. Вы помните, что сделал Самуил? Он сразу же побежал к Илию и сказал, вот я, ты звал меня? Илий тогда ответил, что нет, я не звал тебя. Для Самуила этот зов был настолько очевидным и ясным, что он без сомнения прибежал к Илию. Говоря о восприимчивости к глазу Божьему, хочу отметить, что, к сожалению, есть люди, взрослые и в особенности молодые, которые не могут услышать Бога, даже если он будет говорить им подобно тому, как гремит гром. Почему? Потому что они позволили мирским ценностям плоти, дьяволу и мирской музыке настолько завладеть ими, что голос Бога для них уже недоступен. Они допустили, что их уши стали бесчувственными и невосприимчивыми к голосу Божьему. Поэтому они не могут услышать, когда Бог говорит и обращается к ним, а вместо этого они прислушиваются ко всякому роду голосам и совершают всякие непотребства. Сам Господь хорошо раскрывает этот принцип в Евангелии от Марка 4 главе 24 стихом, где Он сказал «Замечайте, что слышите». Другими словами «Будьте внимательными к тому, что вы слушаете». Но это еще не все. Он продолжил далее. Об этом написано в Евангелии от Луки 8 глава 18 стих, где Он сказал «Наблюдайте, как вы слушаете». Другими словами «Научитесь различать и распознавать то, что вы слушаете». Не слушайте все подряд без разбора, думая, что вы ничего не можете контролировать. Помните, что мы должны следить не только за тем, что мы слушаем, но и как мы слушаем. Это необходимо нам для того, чтобы мы могли различать, что есть хорошее и что есть плохое. Потому что в мире есть очень много различных голосов, которые учат нас тому, что неугодно Господу. Зная об этом, Бог хочет, чтобы мы вырабатывали навык в слухе для того, чтобы мы могли различать то, что слышим, и чтобы впоследствии могли испытать, что благоугодно Господу, как об этом написано в Ефесином, 5 глава, 10 стих. Капли Сота слушай и назидайся. Редактор субтитров Корректор А.Егорова